Всем привет, товарищи! Сегодняшнее видео, возможно, будет интересно для тех, кто проголосовал в моем опросе здесь на ютубе в сообществе и вошел в тот процент, который сидит и играет дома на диване. Возможно, вы ни разу не выступали на сцене, и вам будет это интересно послушать. Возможно, вы когда-то давным-давно выступали на сцене, и вам будет интересно вспомнить былые годы. Возможно, вы тот, кто вообще только-только делает свои первые шаги, у вас есть гитара, есть какой-то первоначальный стафф, вы собираете свою группу и уже задумываетесь о том, что когда-то состоится ваш первый концерт, и как же на нем себя вести, чего куда подключать, кто поможет, нужно как-то немножко каких-то знаний. Так как канал назван именем меня любимого, я тут ничего не пропагандирую, ничего не говорю, как надо, как круто, я просто рассказываю здесь свои истории, что происходит со мной, поэтому я расскажу просто лишь на своем примере о том, как на сцене я делаю свой гитарный звук, как я подключаюсь. С 2018 года я уже прям как полноценный гитарист в группе Шпарю, именно как гитарист, до этого, до этого, ладно, вы многие знаете, я уже об этом не раз говорил, и в своем видосе про то, какой я гитарист. Гитаристы, как мне кажется, делятся на некоторые несколько поколений. В общем, есть чуваки, которые прямо вот аналог-аналог, потом есть процессорные чуваки, и к ним я отношу себя, когда я был подростком, в начале нулевых, то есть, мне кажется, мы такие процессорные парни. И вот какая-то новая история, это вот туда, это звуковые карты, ВСТ, секвенсеры, и как-то так тоже играют концерты. Об этом, обо всем я, наверное, запишу отдельный ролик, в котором расскажу про то, как я знакомился с гитарным звуком, что вообще это для меня было, что я открывал, для себя познавал и все прочее. В этом же ролике я буду рассказывать непосредственно то, как я с 2018 года рулю себе звук на сцене. Поэтому погнали. Так как я сказал, что я отношу себя к поколению процессорных чуваков, то, естественно, с 2018 года в своей группе «Художники, что продали свои души» я играл на Line 6 HD 500X. Правильно же, да, произнес. Хороший проц, я его купил в году 2012 или 2013, не помню уже, и он был долго, со мной многие годы. Единственное, конечно, он громоздкий, да, но он очень удобный для сцены. Я вам это 100% могу сказать. Сейчас я использую Ampere One, к нему мы еще подойдем и расскажу, чем Line 6 все-таки круче. Итак, Line 6. Когда у меня был Line 6, то линия, конечно же, новые процессоры, новое поколение процессоров, линия, все прекрасно, можно воткнуться, кинуть два вот-вот. Да, этим и славятся процессоры, что в любом месте не паришься и играешь, и все хорошо. Так вот, я, конечно же, тоже этим занимался на каких-то площадках, я всегда бросал два самых этих линейных кабеля, лево-право. Учитывая то, что я один гитарист в «Художниках», я себе настраивал пресет, чтобы на каждый канал был свой усилитель. Как правило, по-моему, я использовал, у меня был Angle и был Soldan. Но это же еще не все, нужно же себя слышать на сцене, потому что не всегда в мониторах, которые перед тобой, звукарь может хорошо выводить гитару. Если звукарь адекватный, и у меня встречались такие, которому ты просишь на саундчеке, он тебя выводит, и на концерте ты реально остаешься так, как на саундчеке, а не так, что на концерте ты, а, и все, пошел по приборам. Тем не менее, нужно себя как-то еще слышать и по старинке из комбаря. Для этого в Lines X было классно придумано, там был микрофон, хочу сказать, выход для наушников, и там был джек. Это прикольно то, что на нормальных площадках всегда на комбаре свисает уже готовый стационарный провод, ты его просто взял, воткнулся, все, и шпаришь. И в этом, конечно, круто. Все, ты из наушников слышишь то, что у тебя шпарит и из комбаря. Поэтому я советую это делать так. Я это, на самом деле, подсмотрел у Глеба Олейника, не по каким-то его видосам, не по его YouTube-каналу, а когда мы с ним вместе выступали в клубе Леннон. Я там был ведущим, а он со своей кавербандой выступал, и я подсмотрел, и думаю, надо будет себе взять на заметку. А у него X3, по-моему, Lines X был. И эта заметка мне помогла, когда вот все, я завязал с Питером, вернулся в родной город, и вот с 2018 года шпарю как гитарист. Самая главная оговорка, обязательно, если вы используете такую схему, бросая линию звукарю, типа, вот тебе, пожалуйста, давай рули там в зале, всегда говорите ему, чтобы он отключал микрофон от комбаря, чтобы с наушников еще не снимал звук, который идет. Либо, либо просто сами отодвигайте микрофон. Ну, если отодвинуть микрофон, звукарь может заорать, у них же там, наверное, какая-то специальная настройка под специальными углами, поэтому нужно очень тщательно разъяснить ему, сказать, чувак, я тебе кинул линию лево-право, у меня там разные усилители, пожалуйста, не снимай с комбаря, потому что может быть полная ерунда. Однажды использовал я Line 6 так, что воткнул один канал в комбарин, там был стэк, а один пустил на линию. В этом Line 6 тоже кайфов тем, что там можно отрубать, естественно, кабинет и использовать просто один пред. То есть полностью кидаешь в кабинет в оконечник то, что у тебя есть на сцене, используя пред. Но здесь нужно готовиться. Когда это фестивальная история, естественно, мало у вас так времени, вот это все крутить, пробовать, поэтому это так, из области фантастики, как можно было бы сделать, что там позволяет, допустим, Line 6 и похожие с ним процессоры. Но самая рабочая, действенная модель, если ты один гитарист в группе, два усилителя на каждый канал, кидаешь звукарю, из наушников кидаешь себе в риторн. Главное, кидайте в риторн. Если нет риторна, ну да, окей, в input и немножко поиграйте с эквалайзером, чтобы более-менее настроить себе звук, который вашему уху знаком. Если в риторн, то все замечательно, то есть оттуда будет валить то, как настроен ваш процессор. Ну еще, говорю про мониторную линию, которая перед вами, все-таки продолжайте заставлять звукаря, чтобы он выводил вам гитару в ваши мониторы, потому что вы можете стоять, шпарить на гитаре, все хорошо, стоишь возле комбаря, сейчас слышишь, там фронтмен пусть изгаляется на аванс-сцене, но как твой выход, когда соляга, буквально шаг вперед, лево-право от комбаря, все, ты потерялся. Комбаря-то не слышишь, идешь по приборам, и вот здесь на помощь придет та самая мониторная линия, в которой, как видимо, у нас звукарь тебя не выведет, падла. Такова была моя история с Line 6. В этом плане Line 6 очень многофункциональный, как я уже рассказал, и можно разные штуки и схемы перебирать в нем, и это очень круто. Но время идет вперед, мне пришлось продать Line 6, и я перешел на Ampere. Ampere One я использую. Сначала я вам расскажу, чем он хуже Line 6. Как я уже сказал, Line 6, несмотря на то, что он громоздкий, на концертах это настолько удобная штука. Там кнопочки расположены, ну вот как, наверное, если убрать вот эту, ну может быть чуть-чуть поближе, а может, кстати, и так, ну нет, чуть-чуть поближе. И это позволяет тебе в порыве твоей концертной деятельности клацать по процессору, не думая о том, что ты можешь нажать вот на эти две кнопки. Сколько раз у меня уже было с этим процессором, когда я вот весь выступая, нужно переходить там, допустим, на соляк, ты хочешь клацнуть пресет соляка. Соляка. Ха, ха, хорошее слово, соляка. Клацаешь на две кнопки, и у тебя врубается тюнер! Ес! А ты уже играешь соло. На тюнере, видимо. Поэтому в этом плане Ампера отвратителен, лично как для меня. Также вот эта смешная педалька, но об этом я рассказывал в видосах про Ампера, кстати, может быть, я про это же и рассказывал там, что очень кнопки близко расположены. Педаль к вакухе тоже отвратительная, потому что на Line 6 она прям такая серьезная. Ну, окей, не об этом в сегодняшнем видео. Ну, что у Line 6 есть? У него, это модель One, здесь только джеки, в обычной модели еще есть X-Electric. Ну, это не столь важно в рамках сегодняшнего видоса. Здесь наушники, посмотрите, маленький джек, да, 3,5. И если использовать ту схему подключения, про которую я говорил в Line 6, не очень удобно, потому что придется лишний провод с собой таскать, который будет идти в комбаре джек, чтобы был маленький. Либо переходник с собой таскать, чтобы в тот стационарный, который висит на нормальных площадках джек, воткнуть. Ну, эти переходники, они порой какие-то очень странные, либо они уже заезжены, либо там плохие контакты. В общем, у меня с ними всегда какие-то траблы, они очень любят отходить. Ну, и здесь же я буду противоречить сам себе, потому что Ampere не предусмотрел собака такой, чтобы у вас на каждый канал можно было кинуть по своему усилителю. Поэтому, собственно, забудьте о том, что я сказал выше, это было просто для информации. Не обязательно вам кидать стерео. Ну, конечно, если вы как-то не настроили там дилей, хорус, фазер, и это так, чтобы оно все переплеталось, то тогда, конечно, да. Если же нет, а вы играете просто такой прямолинейный там рок-металл, и на соло используете небольшой какой-нибудь там хорусочек и дилейчик, то все прекрасно, вы кидаете в линию всего лишь из одного канала, а из второго кидаете себе на комбарь, и все опять по той же схеме. В общем, вот такая незатейливая у меня схема подключения на сцене, когда я использую свои процессоры. Можно еще использовать, если у вас есть такая замечательная, мало ли, педалька, она же преампка. Ну, обязательно, что это, если преамп, в котором есть несколько... Ну, что поделать, не молодая педаль. Если у вас это преамп, как вот это АМТ, и есть несколько выходов, то абсолютно по той же схеме, то, что у нас есть с капсимом, мы пускаем в линию, и как удобно в комбарь подключить, либо это драйв в инпут, типа как грелка, чтобы себя слышать, либо тоже в реторн не молодая педаль. Если уж, конечно, быть совсем придирчивым и занудой по поводу всего вот этого гитариного звука, то, естественно, в АМПЕРа ты, если кидаешь один канал на линию, а другой канал кидаешь себе, несмотря даже в реторн, то, конечно, ты не можешь с одного канала включить кабинет, как я сказал, потому что это не разные каналы. И да, черт возьми, блин, у тебя пойдет сигнал сформированной вампера, с кабинетом, еще и сюда, используя этот кабинет. Ну, если честно, то уж не надо так цепляться, чуваки. Ну, как бы нормальная рабочая схема. Ничего страшного с тобой не случится, если, ну, немножечко характер звука как-то твой там поменяется. Самое главное себя слышать нормально на сцене. Когда мы говорим про концертное выступление, нам самое главное слышать себя. Да, я согласен, хочется играть с комфортным звуком, но это вполне будет комфортный звук. Особенно на концерте, блин, на фестивале, когда будет все вот это вживагу, грохотать, греметь. Главное, чтобы ты себя слышал. Это самое главное на живых концертах. Ну, что ж, такая была моя история о моем формировании гитарного звука на сцене с 2018 года при помощи процессоров, как я уже капитально стал гитаристом в группе художники, что продали свои души. Мы, кстати, скоро будем записывать новый сингл. Так что можете и на художников в ВК подписаться, и вообще на все мои музыкальные проекты по ссылкам в описании. Все будет. Ну, а пока, пока!